Актуальная тема для Кыргызстана является, конечно же, производство легкой промышленности. И для кого не секрет, что нашим флагманом является именно легкая промышленность. А в гостях у нас сегодня очень интересный человек. Это Чингис Асиналиев, основатель текстильной фабрики Таптаза. Он же бизнес-коуч, предприниматель, эксперт, вообще руководитель инвест-центра. Ну, приятно, что вы к нам пришли в гости. Спасибо большое. Чингис, в первую очередь скажите, почему название вашего производства Таптаза? Это сразу цепляет, потому что швейники и Таптаза как бы не ложатся. Давайте ответите, пожалуйста. Таптаза, в первую очередь, мы хотели на Кыргызском именно. Мы за чистую экологию и прозрачность перед государством, чтобы мы и другие работали прозрачно. Как давно вы занимаетесь швейным производством? На чем вы специализируетесь? Более 15 лет в швейной отрасли. Конкретно шили мы платье давно. Мы сейчас уже шьем и платье, и спецодежду, и спортивную одежду. Для кого она предназначена? Для среднего класса, больше для бизнес-класса? Или наоборот, это такой бюджетный сегмент для молодежи? Что у вас есть? У нас в основном, мы шьем заказы с заказчиком, в основном заказчики из России. На данный момент селеры из Вайлберис. В основном масс-маркет у нас. То есть массовый, это средний класс, наверное, скорее всего. Это спортивная тежда, кэжуал, деловой стиль, домашний текстиль? Что у вас? Поскольку мы в основном женское шьем, это верх женский. Платья, пиджаки. А кто занимается разработкой дизайна? Это полностью заказчик предоставляет вам техническое задание, и вы уже отшиваете? Либо у вас есть свои креативщики, модельеры? У нас, конечно же, имеется дизайнер, есть топовый в Кыргызстане. Но в основном дизайнерами, услугами дизайнеры не пользуются. В основном заказчики уже со своим, даже бывает уже, со своими лекалами проходят. Ну, давайте вот от частного к общему перейдем. Как вы оцениваете на данный момент состояние легкой промышленности у нас в Кыргызстане? Потому что мы каждый раз говорим, что это флагман-флагман. При этом очень многие говорят, что работа тяжело. Но при этом у нас рабочих мест достаточно. При этом еще параллельно жалуются, что нехватка рабочих рук. Что происходит у нас в легкой промышленности? Да, действительно, проблема есть. Нехватка рабочей силы у нас. Мы на данный момент обучаем и швей, и технологов обучаем. Но все равно рабочей силы не хватает. То есть наши люди предпочитают уезжать за границу и там, наверное, работать. Мы на данный момент, проблема решается рекрутингом. То есть привозим швей из других стран. Ну, в основном... О, это неожиданно. Индия. Сейчас вот с Вьетнамом идут переговоры. У нас на фабрике, на производстве работает из Индии, из Бангладеша, из Пакистана. А какова средняя зарплата у швей? В неделю, да, насколько я знаю, сдельная, да, обычная зарплата? Нет, у нас сейчас... Или вот по месяцу, как положено? Да, да, помесячно. Ну, 400 долларов. Ну, помимо этого еще есть расходы на содержание. То есть еда. То есть это вы за свой счет делаете? Да, медицинское обслуживание, все за свой счет. То есть все официально трудоустроены. Это достаточно такое хорошее продвижение, развитие. Раньше же все в черную работали. То есть была такая проблема, сейчас исключена, да? Ну, она есть сейчас. Мы ее решили, мы решили официально работать. Я думаю, все в скором времени придут к этому. Надо все равно прозрачно работать, официально. Вот уже много лет легкая промышленность является флагманом, да? То есть достаточно она ли развита? То есть что нам не хватает? Или чем мы можем гордиться, как вы думаете? Как мы Кыргызстан по СНГ первые, если сказать. По миру мы третьи, после Китая и Турции. В чем? По производству? По производству. Качество, количество можем дать. Нам главное не упустить, да? У нас конкуренты, Узбекистан, но они тоже так взялись. Там их государство поддерживает. Но мы все равно крутые пока что. А каким образом поддерживают государство в Узбекистане? Может быть, перенять их опыт? Или может быть, есть чем уникальным гордиться Кыргызстану? Ну, пока что государство Узбекистана выдает субсидии именно текстильным фабрикам. Я слышал. Но у нас тоже государство поддерживает. Таким образом? У нас первое время с документами были очень большие трудности. Сейчас все это, проблемы с каждым днем решаются, все быстро становится. Производство подразумевает под собой инвестиции. Достаточно ли инвестиций? Или все строится за счет собственного капитала? Привлекает ли кто-то со стороны? Нет, вообще наши местные производственники очень, я так скажу, живучие. Нам главное, чтобы не мешали. Мы и инвестиции сами найдем, и производство сами поставим. Надо будет, там, с Италии, в основном сейчас из Турции много очень специалистов привозят. И надо будет, у меня персонал весь полностью обучился в Турции. Главное, нас не трогать. Ну, пока что не трогают. Пока что не трогают. Ну, то есть, вот это изменение налогового обложения, которое с прошлой погоды, да, в стране, оно помогло вам в развитии? По этой части у меня есть отдел бухгалтерии, и юристы занимаются. Я не вникал. Ну, уже легче работать в любом случае. Ну, да, легче. А у меня вот такой вопрос. Вообще, каким образом государство поддерживается? Не мешает, мы это уже поняли. Предлагает ли какие-то преференции по налогам? Возможно, предлагает какие-то госзаказы? Что может помочь еще больше развить? Вообще, я думаю, до, может быть, управления в государстве не доходит информация, какие у нас проблемы. Может быть, какая-то часть проблем доходит. Я думаю, скорее всего, информация не доходит. Если, я думаю, правильно объяснить ситуацию, я думаю, они помогут. Ну, у вас же есть ассоциация легкой промышленности. Достаточно ли она взаимодействовать с госсектором для того, чтобы быть эффективной? Честно говоря, ассоциация легкой промышленности на данный момент чем занимается, я не знаю. Я знаю, что они форумы какие-то устраивают, что-то стараются придумать. Я, честно, не знаю, чем они занимаются. Ну, то есть бизнесмены вынуждены сами решать свои вопросы. Пока да. Пока такие есть. Вы говорите о том, что у нас происходит нехватка рабочих рук, и вы привлекаете иностранных рабочих. А чем они отличаются, чем они лучше? Наши что, такие капризные, не хотят работать, уезжают в другие страны за более высоким заработком? Или в чем дело? Наши тоже хорошо работают, просто нехватка. Прям вот не хватает именно чисто человеческих? У человека, если, например, скажем, в средней шейной цехе у него 20 рабочих мест, у него максимум сидят 5-6 человек. Обычная нехватка. И иностранцы работают с 8 до 8. И овертайм еще могут работать. Они сюда работать приехали. Ну, в основном, именно мы, у нас сейчас операционная система, то есть конвейерная счетца. Наши местные не хотят. Допустим, недавно друг мне рассказывал, у него, говорит, 6 швей сидят, заказов очень много, и, говорит, двое хорошо счет, двое среднее, двое плохо счет. Соответственно, если он 300 платьев произвел, из них 100 хорошего качества, 100 так себе и 100 плохого качества. А если конвейер на это будет, это уже качество неизбежно будет. Все 300 у тебя будет в качестве, да? А на конвейер наши не хотят, потому что те, кто хорошо счет, девочки, они не сядут на конвейер. У меня еще такой вопрос. В советское время у нас легкая промышленность в Кыргызстане также очень была развита. У меня мама работала в этой сфере. Я даже еще помню, как это происходило. Страна у нас производила хлопок, производила шерсть. У нас были хорошие комбинаты, да, трикотажное производство. То есть у нас, по сути, был непрерывный цикл от нуля до готового продукции. Сейчас часть этих циклов, она прервана. У нас резко снизилось производство шерсти, хлопка. И все это мы добираем в Китай, в Турции. Используются ли вашим производством наши местные ткани? Потому что есть у нас такие производства. Как у нас ситуация с этим обстоит? Знаете, наш среднеазиатский хлопок, он не такого качества, как, например, производство в Китае. Он хуже? Да. Там пользуются израильским, египетским и канадским хлопоком. То есть не растягивается, не скатывается. А наш узбекистанский хлопок, он и кыргызстанский, он не настолько качественный, я так сказал бы, может быть. Но наша шерсть всегда высоко ценилась? Или уже сейчас не так? У нас, наверное, по СНГ может быть, по миру. Мы же хотим сейчас качество шерсти. Некоторые у нас производства есть по мировым стандартам. Некоторым даже бренды флоры могут дать. Мы дождемся, когда у нас восстановят этот цикл. Сейчас у нас, я знаю, в двух местах производят ткань. То есть сырье привозят, и здесь же ткань уже изготавливают. В основном это обычные, базовые, спортивные, для футбола. Мы только взялись за это. Я думаю, в скором времени еще больше, наверное, будет. А вообще, насколько привлекательны для инвесторов сектор легкой промышленности швейное производство? Есть основные производители, работники, крупные, к которому и вы относитесь. Кто-то хочет в него вкладывать. У нас открылась фабрика в Токмаке, трикотажка. Это была большая инвестиция. Есть ли еще такие вещи? Крупные планы какие-то? Как таковых крупных инвесторов я еще не слышал. Никто, чтобы не видел. В основном Россия, Казахстан очень заинтересованы у нас открыть небольшие швейные цеха. Буквально на днях мне обратились. Из России хотят на 100 машинок, на 100 рабочих мест. Попробовать, может быть. Из Казахстана тоже хотели на 50 человек инвестируют. А какова себестоимость одного рабочего места? То есть необходима машинка, человек, ему предоставляется само еще непосредственно рабочее место, утюг и прочее. Сколько стоит создать это производство на 100 машинок? Очень коротко отвечу. Давайте. Всех интересует вопрос денег. Мы как раз на данный момент занимаемся еще консалтингом. То есть было очень много запросов, чтобы помогли. Я весь персонал, управляющий персонал обучил в Турции. И мы здесь сами поставили конвейерную систему. И очень много запросов. Мы сейчас начали помогать. Очень крутая команда собралась топовая здесь. На одну машинку где-то около 100 тысяч сом. Затрата? Да, затрата. Но они отбиваются очень быстро. Очень-очень даже. Это такая, скажем, если ты хочешь серьезно уже запустить. Там надо будет еще... Мы же ориентируемся на иностранных рабочих. Там жилье, еда. Все это рассчитывается. Где-то 100 тысяч сом. И у нас цеха все строится и строится, я смотрю. Вот очень многие. Да, да, да. Ну, если хочешь маленький цех открыть, небольшой, там на 10 машинок, это где-то около миллиона сом хватит. Еще вот такой вопрос. Сейчас популярны покупки в интернете, маркетплейсы, Вайлберис, Озон и все другие-другие. Это основные, которые мы пользуемся в странах СНГ, да, в нашем регионе. А есть ли у вас желание выйти на более крупный, например, Амазон, Алибабу и так далее? Вот на такие крупные площадки? Очень даже. Мы сейчас конкретно, на данный момент ведем переговоры. Я сам в селерном Вайлберисе, и у меня команда есть менеджеров. Мы хотим на Амазон выйти. У нас были переговоры. Даже мы с послом Америки встречались именно по этим вопросам. То есть у нас здесь желающих тоже очень много. Есть ребята, которые уже торгуют. Но именно производственникам надо тоже какой-то путь открыть. Каково быть селером на Вайлберисе? Я всего лишь покупатель, то есть я вижу одну сторону о том, какой выбор товаров, и я вижу, что где наше производство товаров, ну вот именно в плане одежды. Насколько легко или сложно быть селером? То есть какие условия предоставляешь? Селером быть очень легко. Правда? Да, правда. Я даже сам не обучался, а первое время сам начинал, потом уже менеджеров поставили. Ну то есть для селеров и для покупателей сделали такое доступное приложение, там даже обучаться не надо. Очень легко и правильно, потому что вся Россия на данный момент, она уже вплоть до, мне недавно сказали, в Сибири даже торгов нет, потому что деревенские тоже уже через Вайберис заказывают. То есть доставка идет уже непосредственно со склада в Бишкеке или из российского склада происходит доставка? Нет, из российского. Из российского, да. То есть вы туда отправляете? Да, да, да. Ага, интересно. Доходы растут на Вайберисе? Доходы раньше хорошие были, сейчас комиссионов чуть больше стало, но стараемся адаптироваться к новым правилам. Ну, давайте вернемся к названию вашего производства, Таптаза, да, то есть в процессе швейных производства очень много отходов, которые очень часто, к сожалению, встречаются вот по городу. Много технадзора, да, контролируют, штрафуют, проверяют, все равно люди выбрасывают, сжигают, то есть у нас иной раз есть такие расследования, мы писали о том, человек не поленился на шоу тех, кто выбросил эти обрезки, будучи где-то там в поле, где-то за селом, но он нашел, то есть это было прям очень интересно. Оштрафовали, наказали, что вы делаете для того, чтобы город был чистым? Как вы решаете этот вопрос? У нас есть договор с тазалок, то есть у нас тазалок забирает, мы эту проблему-то окрашили, ну, там недорого там. А почему так остальные делают, просто выбрасывают? Не знают, наверное. Вообще мы же чуть-чуть ленимся своим бизнесом, чуть-чуть заняться, у нас даже времени нет, правильно все систематизировать. Мы именно от начала до конца есть человек, который все это курирует, проверяет, то есть продукт-менеджер, управляющий, он за все это отвечает уже. Вы наверняка смотрите, как одеваются в городе, то есть вы посещаете кафе, какие-то самые различные места, и вы видите, что и во что одеты. Вы видите, где человек носит местное производство, где иностранные, у нас же все равно любят бренды, особенно девочки, мальчики тоже, кстати. Приятно видеть, когда носят местное производство? Поскольку я очень давно в этой сфере, я уже на глазу определяю. Раньше им надо было пошупать, сейчас уже на глазу определяю, местное, либо привозное. Наши не очень любят. Даже те люди, которые работают в цехах, швеи даже не любят говорить, ой, это самопошив. А как заставить полюбить нашу одежду? Ой, даже не знаю, не знаю. В Казахстане любят наши производства, в России любят. Наши что-то... Наверное, это все-таки, когда мы первые начинали, лет 15-20 назад, было очень плохое качество, честно. Потому что элементарно нитки были такие, такое качество... Рвались, по-моему, вот так вот гнилыми называли нитки, да? Наверное, где-то в сознании, наверное, осталось, что до сих пор такой же. Мы сейчас... Сейчас уже можно смело нашу одежду покупать. Ну, я думаю, что все сложится, все будет здорово, и у нас наладится полностью наше производство. Тем более, надо же... Первым делом свое поднимать, наверное, свое веком. Я сам стараюсь только свое. Не только то, что я произвожу. У нас в Кыргызстане... Мы только начали понимать, что такое бренд. У нас начали появляться свои бренды. Недавно там дома мы тоже перешли и элементарно порошок начали нашу покупать. Потому что привозной, он, оказывается, здесь и самопал изготавливают, и аллергия у всех, у детей. Мы говорили, давайте все свое. Ну, я думаю, что стоит поднимать собственные бренды, рекламировать, поддерживать своих производителей. Я думаю, что у нас все сложится. Тем более, Кыргызстан это такая дружная страна. У нас, если попросишь, то это сделают. Спасибо большое за такую интересную беседу. Я напомню, что у нас был в гостях Чингис Асиналиев, основатель текстильной фабрики Топтаза. Это бизнес-коуч. Он также эксперт и консалтингом занимается. Спасибо большое за такую интересную беседу. А я со своей стороны прощаюсь. Желаю всего самого доброго, светлого. Подписывайтесь на нас. Мы есть везде, во всех социальных сетях, на ютубе. Ставьте лайки и помните, что кактус-медиа любит вас.